они будут с нами хоть их и нет, но они будут с нами Настя, иди сюда, пошли а я... а? все, все, мы начали ну черт, садись к нам а мы так и делаем вот так вот? да сейчас я покушаю вы пока кто-то присядьте, близко ко мне где-то на нашем итаке а у тебя нет ааа, у меня больше консультанта учебу тебя ха 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 я больше консультанта а у тебя цветы сиди сюда В общем, камера была в центре, чтобы поближе было. Да, можно её по очереди так вот держать. Или, знаешь, поставить такую палочку, тихонечко крутануть камеру, чтобы она так медленно открутилась. Не, а вот он сегодня хороший. Я сегодня встал. На самом деле, это самый ценный сотрудник был. Знаешь, про что он пришёл? Потому что он единственный, кто в любой ситуации поднимает настроение. Будь это даже конец каталога, и он говорит, пошутите. О, значит, о боже мой, у меня ничего не пробилось, что же делаете? Я им говорю, ну вот, мне не нужно просто оставлять всё на последний момент. Ладно, я пошутила, я всё пробил. ЛК пробил? Да. Сколько баллов добил? Не скажу. Послышка много. А если быть точно? Если быть точно... Блин, все равно прядро. Камера работает, да? Нет. А если честно? Да. Так, я тебе тихонечко, знаешь, так, на листочке напишу. Вот тихонечко, так. Ты положи вот сюда. Значит, я пробил. У меня добито, да. Ну, 555 баллов. А 355 баллов. Красавчик. Ну, я пойду продавать. Потому что, я понял, я за что каталог убедился, что, блин, все, больше жопу я буду выкупаться и продавать. Потому что с каталога у меня не берут, я не знаю, блин, либо я бомжар, либо я не бомжар. Серьезно, у меня с каталога не берут. Так, 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 так. Что? 900 баллов сагал? Это было просто сразу. О-о-о! 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 Всё нормально. А фстанина, об чёрт, да? Повезло, что она неживная. А так, пятнышко осталось. А вот, скреплян. Я просто сходил с каталогом 10 часов, груздал по городу и собрал всего лишь заказы на 900 баллов, из которых пролилось 700. Может, ты имеешь в виду 900 баллов по старому курсу? Нет, я по-новому считал. Но это все равно мелочь. Я в четвертом плане, в третьем, не помню уже. Как ты дошел до того, чтобы создать тему с названием Павлиус Скороходянас? От слова «Анус». То есть Павлиус от слова «Анус», а Скороходянас это его слово. Ну, блин, просто надо было что-то придумать оригинальное. Я знал, что уже Филипп украдет мой армянский стайл, поэтому уже было неинтересно. Скороходяна я был, а он назвался Пилусян, поэтому уже неинтересно. Надо было что-то придумать. Я решил прыгать в испанцу. Ну, армянского и испанца. Ладно, армянского и испанца. Рассказывай, как домашний. Домашний как? Форс-мажор. Форс-мажор. Но я сделал. Я сделал. Что сделал? Ну, все сделал, но не все написал. Да. Подожди, давай сразу по заданиям пройдемся. Давай. Ну, прошлый раз, я сделал предысторию. В прошлый раз, когда ораторское было, вот эта домашка была для ребят и для меня самые запоминающиеся. Потому что там все были в шоке от Стаса Голованова и... Да, правильно? Ага. Я все время не забыл. А я от контакта. От глазного контакта? Да, блин. Давай сделаем. Да я не то, что был в шоке, но, блин, было пару моментов, которые... У меня после страхов вообще у меня шока нет. То есть, блин, если, не знаю, передо мной упадет спутник, я просто, ну, пройду дальше. Ничего обычного. Ну, правильно. Просто смотри. Ну, там, на самом деле, все написано, но самое запоминающееся, ну, это было, как я бегал до девушки, наверное. Расскажи по дороге. Ну, я во вторник, когда собирал, короче, ЛК, что-то шел и что-то приумнул, короче, и помню, что надо делать араторское. Ну, вот. Я шел с каталогом, короче, увидел девушку, такая просто секси-шпекси, вообще просто. О, мешок еда едет. Мешок еда едет. Ну, так, допустим, Настя тоже, кстати, за мешком едет, потому что на второй ступени она ничего не просила. Привет. И ты за мешком едет. Ну, 10 минут уже. Уже вообще 10 минут было. Большой мешок едет. С тебя и с нее. Ну, я тогда думаю. Давай. Насколько большой? Ну, короче, там должно быть бананы, люди, круассаны. Короче, большое пакет. Надо с Настей, Павел. Ну, что с Настей? Ну, завтра что принес? Нам чай, круассаны. А, ты не принесла чай, круассаны? Ну, иди за чай, круассаны. Ну, это уже перерыв. Вы сейчас, Настя, перерывите. Ну, что, пойдете, не пойдете? Ну, давай. Варианты есть какие-то? А? Варианты есть какие-то? У тебя в фильме нет? Ну, нет. Большой пакет едет можно купить или поехать домой. Ну, ты сами. Концентренько. Я пока поехал. А, должен должен быть пакет? Ну, большой прям большой. У семьи, которые взяли. А мы так сидеть будем? Ну, вообще мы с ними, да, так будем сидеть. Нет, я имею в виду вообще. Посмотрим, возможно, как будем сидеть. Ну, давай, решайте. Давайте. Так на сколько денег-то? Ну, рублей на 500 минимум. С моих или... Нет, с тебя и с нее. Ну, блин. Ну, это щадящие кольки. Вот 500. А я бы мог 10 минусов пойти. Ну, все. Ну, деньги. Ну, давайте, решайте. Давай. Давай. Так вот. Глазной контакт. Вот. Я на девушке, значит, бегал, увидел. Она прямо вот реально вот, вот, не знаю. Осиная талия. Гигантская жопа. Большие сиськи. Короче, лицо вот реально ангела. Вот знаешь, вот ставят, бывает, в пабликах больших вот таких вот няш. Вот она была именно такой. Я хотел сначала просто принакомиться. Гигантская жопа. Нет, реально гигантская жопа. А больше чем у тебя? Нет, у меня она просто большая жильда. А у меня она реально такая вот просто. Вот, вот, вот. Я вот шел такой, думаю. Блин, тогда надо стяжаться. Вот. Дальше. Значит, я ее увидел, так вот думаю. Ладно. Поугарай, короче. Значит, она идет. Вот она идет. Так, впереди. Я так ее... Догоняю, сравниваю с ней. И вот так вот иду. Короче, мы идем тут. Блин, мы шли по вот... Знаешь, плюсе восстание, которое идет вот с яичной? Да, да, да. Вот, мы прошли, наверное, третью. Сторону стокнули или куда? Сторону стокнули. Она меня не замечала вообще. Ты перешел обо мне, а то блин. Ну, я шел вот рядом с ней. Вот, грубо говоря, вот. Вот я и вот. Раз, два, три. Вот она третья была. И вот я с ней шел. Она меня не замечала. Вот. Когда она меня заметила, она вот реально вот... Когда они меня замечают, они что делают? Они вот так вот берут. Когда они меня замечают, как раз, заметили. И потом... Начиная с моих постанов, типа ни при чем. А потом так вот на тебя просто глядывает, смотришь ли ты еще или нет. А я смотрел. И она такая, значит, ускорилась. Ну, хотя ей было тяжело, но она была как. Да, она как была как, но она ускорилась. Я тоже ускорился. Тут она начала, вот реально мы ушли по улице, и тут она начала сворачивать. Вот так вот идти. Стол? Нет, сворачивать в смысле по улице. Я за ней. Тут она, короче, ускорилась, началась чуть-чуть прибежать. Я за ней. Она устала бежать, а я-то не устал. Вот она остановилась, взвернулась. Такая... Она ухерачивала километра два, наверное, он за ней бежал. Так вот, короче. Она бежала, 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 устала, развернулась. Я на нее набегаю. Вот. Она говорит так, стоп. Тебе? Да. Стоп. Стоп. Я такой, что такое? Она такая, мы за мной как бы, следите и бегайте. Я такой, а я просто смотреть. Ну, я тебя хочу. Вот. Она такая, молодой человек. Вы меня очень сильно пугаете. А у нее реально, он в глаза бегает, как у Дианы, когда она напрягается. Вот. Просто у нее бегают в глаза, а она там чуть ли не насрала в свою жопу. Ну, в свои леггинсы, короче. В свою жопу. Вот. Я там просто застаю, охереваю. Она тоже охеревает. У меня, блин, мне уже было страшно, если идти дальше. Потому что я блялся на вызове этой милиции. Я сказал, девушка, простите. Ну, понимаете, просто... Ну, просто охрана. Она такая. Хорошо. Все. Вот, пожалуйста, оставьтесь здесь, и я буду. Номер телефона бы взял. Какая бы. Да нет. Отдай бы, айскуберами. Скоро. Скоро, что я хотя бы на раку не вписал. Ха-ха-ха. Вот. Насчет других. Вот вчера это было просто что-то. Вот вчера я чувствовал себя плохо. Эх. Это было просто что-то. Ну, караул. Представляешь. А что ты не понял? Да у тебя они не пачкаются, даже булочкой, даже моей ногой. Вот. Что было так? Короче. А караул. Там такая фишка. Там есть четверки, которые выходят, ну, стоять. Два с каждой стороны. А где ты был? Это был Сосновка Парк. Ну, Сосновка Парк, знаешь? Ну, там... Где находится? На этом. На Ларис Терезе и пересеченье, по-моему, Сатанское или что-то там. Ну, проспектно понятно. Ну, вот. Ну, что, не знаешь на удилке? А, блин, да ладно. Сосновка. Все, понял, да. Там такой есть памятник летчикам. Да я знаю, у меня там футбол играл. Ну, вот. И, значит, мы туда пошли. И там было нереально много народу. Там была жесть. Там были ярмарки, все вот эти, короче, разные развлечения. В 9 мая. И реально много народу было, короче, в центре вчера. Потому что я со спортивной до дома ехал 3 часа. Ну, это было пиздец. Нет. Это было нормально. Мы шли, наверное, метров 300 со скоростью, я не знаю. Мы шли метров 300, наверное, за минут 30. Там все было набито. Там все бабы пели, мужики там плясали, еще кто-то, еще что-то. И, блин, вот это гениальная задумка, наверное, организаторы, которые все организовали. Вот, значит, там такая тропинка идет, да? Ну, а, сосновки. Ну, тут памятник. Вот. И вот, блин, вот рядом у дороги стоят сцены. Рядом у дороги стоят сцены. И, то есть, люди стоят на дороге и слушают это еще говно. Блин. И мы вот шли, и вот через них, вот, где-то было, вот, громко, и, в общем, музыка. Ну, когда мы пошли, что пели? Да, пели военные песни, там, девки в этих костюмах, медсестер и так далее. Точно там было. Да, точно, точно было. Значит, когда мы пришли, там было много-много-много молодежи, которая стояла караул. И получилась такая фишка, что пять или шесть, короче, разводящих заболели. Разом. В смысле, разводящих? Ну, которые караул меняют, ага. А караул должен менять обязательно мальчик. Ну, вот, там были одни девочки. Белобрызки, голубоглазые, ну, в общем, не мальчики. Ну, кричи немножко. В общем, в общем, идеал мужчины. Да. Я думал, это смешно я сказал. Давай, давай. Увидимся в суде. Кейсы будут сегодня. Жди. Так вот. Значит. И это было просто охерительно. Я всех так трахал словесно вообще по-любому. А как ты вообще... Через меня я просто прогонял через себя кучу-кучки людей. То есть, смотри, как... Ко мне подходит кучка, я с ними 10 минут разговариваю, там, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Выполняю все ораторское. Их ставлю, короче, украл. Ну, вот. Потом дальше. Ко мне подходит тысяча, одна кучка, я тоже с ним разговаривал. То есть, самостоятельно вызвался из-за чего? Да, да, да. Я просто такой раз. Влился, короче, там, в тиму и начал все делать. Дальше. Потом происходил вообще полный трэш. Когда уже, наверное, я пропустил себе через себя, наверное, уже пачки три или четыре людей. Это приблизительно сколько человек? Это приблизительно человек уже 20. Вот. Дальше вообще началось шикарное. Люди, которые проходили там вот поярналке, они останавливались и смотрели, что где или где происходит. И ко мне подходили и останавливались. И уже там собиралось по 20, по 30 человек. И я уже выступал на 20, 30. А чего им загонял? Я им загонял и про обучение, и про знакомство. Я просто там разводил от вот трех или четырех девушек. Я просто говорю, ну, я говорю, мне сейчас нужна помощь ваша. Они такие, да, да, конечно. Расскажите о себе. И вот так сидел и слушал их. И они все о себе рассказывали, показывали и так далее, и так далее, и так далее. А я просто сидел и слушал. Так я тренировал, короче, этот, как там, искренний интерес. И они все о себе рассказали. Там даже, не знаю, они рассказывали про то, как у них там, как зовут их собачку и что, короче, она там делала у них на даче в Кавглоо. Что она там выбегала на дорогу, трахала кошек и так далее. Ладно, все. Давай мы закончим с первым. Хорошо, со зрительным контактом мы поедем дальше. А это был не зрительный контакт, это уже все было. Я тебе уже все рассказывал. Нет, нет, я все рассказывал. Это второе, не конкурентность, неинтересно. Вот. Второе, это где руками махать не так, да? Блин. Тоже было очень серьезно. Если правильнее сказать, невербалика не соответствует вербалике. Вообще. Когда я пошел в первый день делать, я пошел в Burger King, у меня такая традиционная схема. Захватил, да? Да, захватил, в общем поднял под себя, знакомился там со всеми, там было очень весело, классно. Поначалу я пропускалась через себя парочки, но они как-то со мной не хотели фоткаться и доставлять телефон, но потом я познакомился с двумя челочками, там мне все оставили, но правда там тоже проблемы вышли, потому что эти шлюхи мне не скинули, короче. Удачи. Удачи. Ну не суть. Дальше. Вот в среду у меня вообще какой-то был актинг, я решил поехать до Александра Невского и знакомиться там. Но там вообще была жесть по поводу того, что я даже не мог без кем нормально знакомиться. Я не понял, в смысле знакомиться? Неконкурентность в общении. Я про это спрашиваю. В смысле? Ну то есть не обязательно знакомиться было с человеком, а просто когда ты общаешься, когда ты говоришь, да, у вас очень вкусный борщ, он такой вкусный, что мне прямо нравится так, что я каждый раз его... Блин, цель же была сфоткаться и, короче, взять телефон. Таким образом. Ну, это цель не начальника, это было. Ну, как ты спреет, верно? Нет, ну я это все делал с неконгрентностью. То есть... Ну как ты про это расскажи мне, без разницы, как ты телефон набрал, какие шлюшки тебе у них не скинуть фотки. О, ладно, хорошо, вот в среду у меня там был акнут. Я слишком, наверное, как-то неправильно делал это упражнение, потому что что-то вообще не шло и не шло. Я, наверное, полтора часа прогнал через себя очень много народу и, блин, реально устал. Я уже, у меня даже немного руки опустились. Я такой сразу же звоню тебе, ты там врезы идешь или еще где-то в какой-то попе. Вот, как обычно. Я звоню Кириллу, Кириллу, я опять смс подравляю. Потом наконец-таки сам позвоню. Я ему такой говорю, Кирилл! Он такой, что? Помоги мне, умираю! Он такой, что ты знаешь? Блин, я уже полтора часа по долбаному Александру Невскому хожу, не могу ни к нему. Он говорит, вот расскажи, как ты знакомишься? Я такой, ну я рассказываю. Потому что я киваю, руками махаю не так, закрываюсь часто, руки за спиной. В общем, можно по какому-нибудь программе. Он такой говорит, смотри, в чем соль? Никому говорит это общение, это когда ты не откровенно махаешь руками, когда ты так не затеянный. Ну и потом, когда он мне это сказал, я пошел сразу позвониться. Ну и, конечно же, вчера я тоже это все очень сильно отрабатывал. Притом, я это отрабатывал вообще не с толпой. То есть, общался с толпой, рассказывал им что-то. Я уже даже не помню, что я там много чего рассказывал вчера. И тоже все показывал не так, как нужно. То есть, когда я рассказывал о том, что я там где-то был что-то доволен, я там делал как-то... Реакция людей помнишь, не помнишь? Реакция людей, ну, знаешь, они смотрели на меня, но не обращались на внимание. Им больше как-то вербалика больше всего. Ну, все-таки нравилось. У них, которые не в теме, которые не знают, что кто-то вербально не в правильном языке, не будет ничего. Укражнение было дано просто для того, чтобы ты отчетливо мог понять, что кто-то вербально не в правильном языке. Ну, это понятно. Иногда люди реагируют очень интересно. Ну, действительно, я понял, что из книг, когда я книжку начал читать про язык тела, там такая фишка у меня складывалась, что я все-таки некоторые не контролирую. То есть, у меня бывает, что я вхожу, знаешь, такой в запой, ну, как сказать... Да, это так называется. Ну, когда в запой рассказываешь что-то, а потом просто, знаешь, к при... Да, пошли. Вот. Когда рассказываешь что-то и делаешь уже те движения, которые должны быть на автомате. Вот у меня бывает такое, что вот я там рассказываю там что-то неинтересное, что-то интересное такое. Но потом я прихожу... Ну, мы сейчас проявляем. Это я сейчас специально проявил. Да. Когда... Искренний интерес. Искренний интерес. Я вот его в основном делал вчера, делал с девушкой... Четыре любого дня, один раз в выходный день, в основном, делал вчера. Не-нет, у меня... Ну, у меня так получилось, просто посмотрел лишь. Вот, искренний интерес. Да. И вот сзади разбитую тачку. Ладно, давай. Да, смотришь не на женщин, а на тачке. Давай. Про искренний интерес. Вот я говорю, что вот вчера вот у меня было самое, наверное, шикарное, потому что я общался вот с тремя девушками, и они действительно вот сообщаясь вот как, не знаю, как хор пели и вот мне все рассказывали. А я, знаешь, я стоял вот как, как такой, знаешь, шоумен. Да-да-да. Или как, пусть говорят, Малахов. Стоял, такой, да-да-да. Очень интересно, что вы рассказываете. Тренинг сделался вы? Тренинг у меня получился... Ему нужно было записать, да? Чтобы Маша, да? Да и вообще-то тут написано все, что нужно делать. Ну, так вот. Я тоже знал, что ему нужно было делать, и я его сделал вчера. Ну, как я его сделал вчера? Я пошел. Сколько я вел тренинг профессиональных продаж. Ну, первая мастерская ступень. Мне было вообще легко, потому что мне информация в голове, все. Я только набросал в голове план, а у меня все-таки два варианта... Самое депильное, что можно делать, это кидать план в голове и импровизировать. Это самое шикарное. Действительно, живое общение куда интереснее. Вот вы сейчас сидите, слушаете, вам интересно и смешно. Да нет, я... Правда, вы закрылись, как два депила. Я просто... Что, удобно? Да, яйцами не мешает. Пах прикрываешь. Может, вы тоже за них будут провести? Хе-хе-хе. Так вот. Я про то, что даже когда ты ведешь тренинг или еще что-то, ты должен составлять план. Нет, у меня... Понимаешь, у меня есть такая фишка. Я могу импровизировать на тему... У меня тоже есть такая фишка. Я однажды вышел на сцену на тренинге, 30 человек, и фишка закончилась. У меня есть две фишки с импровизацией связанной. Первая фишка — это если я знаю, ну, информацию какую-то, то я могу в ней плавать, не знаю, как рыба в воде, и импровизировать и так далее. Если я информации не знаю... Вот действительно, ну, блин, не разбираешься об этом. Хочешь, я тебе в личку скину все версии? Ха-ха-ха-ха. Скинь, пожалуйста. Презентация Крюгова. Это должно остаться. Купи и начни читать книгу Алана Пиза и Барбары Пиза «Язык телу движения». Фото с книгой в домашней обстановке выложить на форум, да? На чертожный телефон. Нет, я хотел сначала заварить этот... На видео, по-моему. Нет, камера-то не видела. Ха-ха-ха. Это останется с тобой навсегда. Я хотел сначала заварить чефир, чтобы выглядело как коньяк. Здесь, короче, этот... коньячный, этот... Бокальчик, конечно. Халатик папин? Нет, мой. О, книжка, кстати, интересная, но есть там пару моментов, которые мне очень сильно не нравятся. К примеру? К примеру, ну, у меня... Ну, я, поскольку, немножко грамотный человек, немножко... Меня бесит очень сильно, что там есть опечаточки очень жесткие. Прямо запятой не хватало, да? Там и запятых не хватало частенько, и частенько слова не в правильном падеже были написаны, дефисы были пропущены. У меня очень много. Ладно. Круг обучения. Круг обучения. Вчера, вчера я его херачил по поводу. Я его прохерачивал раз, наверное, в год. Я бы 64, но он, на самом деле, гораздо больше. Там... там училка у меня просто вообще... У меня крыша. Учительница из 107 гимназии, по-моему, как будет классно. Она просто, она меня затерроризировала. Вопросами, типа, а где я учусь? Откуда я взял эту информацию? Информация, действительно, очень полезная, короче. Надо бы её рассказать на тренинге. Вот смотри, ты тут всего лишь каких-то 15 минут выступал. А можешь подольше мне потом рассказать? Я такой... Хорошо как-нибудь в другой раз. За отдельную вкладку. Действительно, что... Нет, меня очень сильно поразило, что людям действительно это понравилось. Может, у меня какая-то авра такая... Рассказывай себе. Слушаю. Седьмое. Активный невирбальный танец. Я как вчера, так и сегодня. Какая-то хрень. У тебя не видел я псих. У меня не открытое для него. У меня открытое для тебя. Открою меня, видел я псих. У меня в альбоме. У тебя как? Скороходов? Ну, просто я сегодня, я сегодня тоже шёл. Вот сегодня я проснулся и вот действительно вот у меня на душе было ощущение, что я всё выполнил, всё что было. Но правда, это всё равно бы я не получил бы зачёт даже если бы... Вот там нагибает метро на 56 рублей? Нет, там в альбоме смотрю. У тебя нет альбома. В смысле нет альбома? В смысле нет альбома? Смотри, вот этот танец. Почему это из альбома не открывается? Покажи мне очень-очень интересно. Кстати, вот на самом деле, сейчас я тебе скажу, у меня хоть и неактивный танец получился, но тоже классно. Плохо нагибает метро на 56 рублей, это тоже интересно. Альбе! Альбе! Ты сейчас всё сделал? Не достану. Не достану. Здесь сколько штаб приходится! Это когда мы вместе ездили или отдельно, да? Вместе? Всё, всё, всё. Пошёл? Настал? Пошёл? Папень, вышел! Если ты упал, было бы интересно на самом деле. Ты не хотел я, парни, на тебя смотрю? А тебе не говорили, что ты под наркотиками? Говорили, все там говорили. Спас, спас, спас. Что-то мишка идет. Я уже не помню, у меня там будет где солнышко воню. Ну да, я помню. Я ж не видел твои танец, да, Паш? У меня ж не был этот танец? Раз солнышко поймал, нет под тебя. Два солнышко поймал. Еще при тебе барабан пошел. Нет, там аккомпанемент Елене самый потрясающий был. Они прям для нее играли. Да нет, Паша тоже нормально. Елена же так и не выложила. Ну, она мне сперила, я показывал. Сейчас будет самый человек, смотри, смотри, смотри. Нормальное дело. Надо было под музыку. Да я не хотел ее под музыку, под музыку это был белый танец. А сейчас смотри на лицо, внимательно на лицо, на лицо, на лицо. На лицо, на лицо, готов, готов, готов. А вы, Паша, смотрели? Да. Мы стояли там. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вертушка будет? Что это было такое? Это кого ты погладил? А, сказок, вы читали фону где, я не помню кто сказал. Мне больше всего, когда я это всё делал, я переживал, что это будет похоже на танец. Один из них. Один из голов. Это кто планирует? На Бюджи? Нет, Люди. Классно. На, Люди. На чем мы остановились? Ну, это всё. Какие выводы по домашке садись? По домашке? Ну, на самом деле, я очень четкую фишку взял. Сил, привелися к нам, дядя тоже, не сюда. Я, кстати, стал икс-агибатором, мега-блин, оратором. Чем проявлялся? Да, вот вчера, например, я просто понял, что я на характере, я просто вот всех драл. Реально, люди меня слушали и вот сказали, а им слюнки тихо летаем, все дела и так далее. И писали тихо прикол. А сейчас девушка, и учительница седьмой школы был, который на оргазм как-то написал, да? Да. У них у меня даже не писали. Ладно, Паша, я не смену. Спасибо. А ты сделал итоги? Нет. Филипп, рассказывай. Нет, я все сделал, но не вовремя. А если я не знаю, как-то неделя вообще прилетела очень быстро. А во сколько вы легли, скажи мне? Вчера? Сегодня. Ну, почему вы прослали? Не знаю. Почему вы прослали? Да фига на это. Филипп и Александр. Ну ладно, давай, расскажи. А не прослали, еду готовить по-другому. Давай. А что, домашка, крутое очень задание, глазной контакт. Я этим баловался всегда. Мне реально прикольно издеваться над людьми. За понедельник. Они очень, что? Выложил только за понедельник. Да. Да не, я балуюсь-то их постоянно, то есть, ну правда, это реально смешно, когда ты смотришь на человек. Самое главное не заражать. Маша прикольно рассказывал. Были вы здесь, не были. За девушкой бежал. Сколько ты за ней бежал? Ну, я, в общем, не пойду на 15. А ты читал то, что я выложил? Нет, не читал. Я вижу это здесь написано. Не, 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 прикол в чем. Ребята знают. Мы в самый первый день после ТК Раторского пошли в воскресенье. Насте нужно было бабки поменять. Ну или что?